Спасибо за представление. С вами Янка. И сегодня у меня одна из моих самых замечательных, самых прекрасных и невероятных моих любимых гостей. А мои дорогие радиослушатели уже с ней знакомы, потому что это у нас уже седьмая программа. И у нас получился такой замечательный по теме чакры ароматерапии. Вы можете найти на нашем канале YouTube. А сегодня мы с Анной поговорим о последней седьмой чакре. Чакара, сила духа и как ароматерапия может помочь гармонизировать. Ну и буквально пару слов о том, кто так только что присоединились, не слышали наши. Ани Ведический астролог, сертифицированный посту, ароматерапевт. Очень серьезный специалист стопии, так и в астрологии. И сегодняшний эфир, как и предыдущий, будет невероятно. Ань, привет! Я очень рада тебя. У всех, да, у всех без суток, потому что у нас совершенно разные слушатели из разных стран и мест. Завершаем наш цикл. Ну, встречи, да, завершаем цикл. Завершаем его высшей чакрой, от самого верха до контакта с высшим. Сегодня мы узнаем, с чем она связана. Эта чакра высшая, да, за что она отвечает. Делать на нашем земном уровне, жить гармонично. И чакра помогает нам контактировать с высшим, в хорошем контакте. Сегодня очень интересно, да, потому что... Абсолютно так. Да, у нас есть сомнения в затмении, нет ли затмения лунное. Но, тем не менее, полнолуние, конечно, влияет очень сильно. Луна и Солнце находятся друг с друг с другом. И в астрологической карте это рассматривается. И также они находятся рядом с так называемыми лунными улкету. Поэтому сегодня, ну, прям супер мистич. Я думаю, что это нам поможет. Это вещей, которые, может быть, мы не всегда... И, надеюсь, техника... Да, хотя пыталась, но не ставились. Ну, возвращаемся. Итак, седьмая чакра, коронная чакра, расположена у нас в районе макуши. С ней как вот расскажешь нам пару слов? Так понятно, что раз эта чакра прямо вот на макушке головы, это за мозг и, соответственно, за мышление. Называют её по-разному. Седьмая чакра, коронная чакра, потому что она как бы формирует колонну, корону. Чакра лотоса с тысячей лепестками. Поэтому символ этой чакры — это лотос. И, естественно, медитации на лотос, они тоже связаны с неким контактом с Высшим. На уровне физики эта чакра отвечает за нервную систему и за мозг. Цвет, с которым, ну, считается, что она связана с фиолетовым цветом, и у неё есть такой дополнительный цвет — это жёлтый. То есть это свет, который структурирует духовное и приносит немножко больше прагматизма. То есть, ну, заземляет, да, всё-таки, человека. Элемент, который связан с этой чакрой — это свет и ключевые слова душа, связь с божественным и поглощение. В нотном стане это последняя нота си. Мантра, которая связана с этой чакрой — это ключевое слово «аум», «ом», да, с которого практически все мантры начинаются. И полная мантра звучит как «ом», «гум», «сатьям», «ом». Да, то есть такой завершающий цикл. Эту мантру можно использовать также для гармонизации или для медитации на эту чакру. Камни — аметист, горный хрусталь, белый опал и бриллиант. То есть камни очень интересные здесь, камни, которые связаны с Венерой и частично с Сатурном. И что интересно, что масла, которые задействованы в этой чакре, в астрологии, они тоже связаны с Сатурном и с Венерой. Это такой интересный очень момент, и по цветам как бы это очень хорошо сочетается. Когда чакра плохо работает, да, или какие-то дисфункции есть, у человека может быть, ну как бы, гордыня, естественно, да, когда собственное «я» становится доминированным, отсутствует связь с Божественным, амбицией, соответственно, да, когда человек опять не понимает свои силы и опять полагается только на себя, жажда власти, власти не терпится и желание контроля. Если проблемы на физическом плане проявляются как бессонница и головные боли, да, соответственно, то, что это связано всё с мозгом. Что может нарушить работу чакры? Эмоциональный шок, траур, да, когда человек не может отпустить кого-то, да, кто ушёл, и концентрация на прошлом, и страхи, страх смерти, страх расставания, страх одиночества, да, то есть такие вещи. Когда чакра в гармонии, человек чувствует связь с духовным, уважение к себе, у него хорошее чувство ориентации, как бы, ну, идентификации себя, идентификации Божественного, и, соответственно, конечно, это гармонично. Сказать, что эта чакра сейчас работает, может быть, лучше, чем раньше, да, здесь, наверное, ну, двойственный момент. У некоторых людей полностью закрывается это, да, потому что те люди, которые, ну, скажем так, находятся в неком процессе, в неком процессе деградации, у других же наоборот, начинается наибольшая активность, да, то есть это те люди, которые совершенно уходят в духовность, а так сейчас очень много таких искать, как бы время способствует тому, что идёт очень чёткое разделение людей по направлениям, поэтому, ну, можно сказать, что эта зона всё-таки задействована активно, либо в одну сторону, либо в другую. Я уверена, у всех наших слушателей она задействована, просто потому что они нас уже слушают, это уже показатель того, что чакру отличает. Да, да. И люди, у которых гармонично развита эта чакра, это люди-лидеры, люди, которые способны вести других за собой, и время, ну, как бы не стремиться к власти, да, очень редкий такой тип лидера, который не заинтересован в материальных благах. Вот, так, что можно использовать? У нас очень интересные масла, да, с этой чакрой связаны, как я уже сказала, в астрологическом смысле, эти масла связаны даже с тремя планетами, да, одна планета — это Сатурн, это больше масла, которые связаны с такими растениями, как, например, можжевельник или кипарис, то есть, ну, хвойные, да, условно разделимых. Есть масла, которые связаны с духовной практикой, то есть здесь у нас ладан и мира участвуют, то есть, соответственно, эти те масла, которые люди используют при ритуалах определенных, да, религиозных, практически во всех религиях. И есть такое масло, о котором мы уже говорили, на сердечной чакре — это масло розы, да, то есть оно связано с двумя чакрами, в том числе и с высшей коронной чакрой сахасрарой. Можно делать такое массажное масло, которое включает вот эти масла, то есть в базовом масле, там, повторяюсь, да, абрикосовых косточек или жажаба, всё, что угодно, простое базовое масло. Добавляем 10 капель лаванды, 10 капель ладана, 5 капель можжевельника, 5 капель миры, 2 капли кипариса и 1 капля розы. Роза дамасская должна быть обязательно. И делается массаж по часовой стрелке области сердечной чакры. То есть, да, всё равно у нас здесь... То есть массаж сердечный, а воздействие идёт на хостром? Да, а тут немножко выше. Ага. Можно сделать такой же спрей, то есть масла в тех же самых пропорциях, в спирте, и просто как бы разбрызгиваем, да, то есть как бы по ауре, как обычно, делаем некий. Ну, есть такой момент, я не помню, упоминали мы его или нет, то есть некоторые люди не используют спиртные растворы, потому что считают, что спирт привлекает. Вот, ну, здесь, наверное, можно поспорить, потому что, например, при лечении чего-то очень часто используются спиртовые настойки, потому что именно они способны вытянуть из растений ценные вещества, при помощи которых идёт излечение, да, то есть, ну, и тут мы тоже могли бы сказать, что, может быть, это духи тут лечат, да, поэтому давайте без фанатизма спирт испаряется, а эфирные масла... Остаются. Да, они просто используют спирт как транспортное средство, да, скажем так, поэтому распылить мы можем только в виде спирта по-хорошему. Можно использовать медитацию для этой чакры. Она может использовать либо масло, да, которое мы растираем на руки, опять там вокруг ауры, либо разбрызгивать этот спрей, нужно встать прямо, колени немножко согнуть, руки опустить вдоль тела и поднимать руки и как бы сформировать такую корону в виде цветка, которая направлена в небо, да, то есть, ну, типа антенны, можно сказать, да. И то есть и так мы делаем, как бы, ну, формируя, подтягивая энергию к верхней чакре. И нужно пропеть эту мантру, которую мы уже упомянули, мантру Ом, растягивая её на все вот эти три звука, да, Аум, то есть длинный сделать звук. То есть это медитация, которая поможет сконцентрироваться на этой чакре и, ну, как бы, во-первых, успокоиться для концентрации, её можно проводить перед определёнными медитациями, да, уже какими-то конкретными, то есть она как подготовка может идти. Можно делать такую очищающую ванну, да, то есть если, например, вы чувствуете слабость энергетическую или у вас есть подозрение, там, что кто-то там, какой-то пробой, или просто вам кто-то позавидовал, или просто у вас плохое настроение, можно делать такую ванну. Сначала обязательно нужно принять душ, как бы смыть информацию из себя, воду налить в ванну, зажечь свечи, то есть мы такой элемент огня включаем. Хорошо положить перед свечой аметист или горный хрусталь, можно включить музыку и в ванну добавить либо на соль, либо кто-то использует в виде эмульгатора, например, мёд можно ещё, добавить три капли лаванды, три капли можжевельника и три капли ладана. То есть эта ванна тоже такая энергетически очищающая. А вот скажи, а сейчас как раз вот в дни полнолуния, я знаю, люди, они испытывают как раз проблемы с энергией, и такое ощущение, что опустошённости, наверное, тоже можно эти... И вообще вот в этот коридор затмений, да, потому что ты как астролог, я к тебе обращусь по этому вопросу, да, потому что сейчас очень много информации по этому поводу. Вот мы вошли в этот коридор затмений, как раз который с сегодняшним полутеневым вот этим странным затмением начинается, да, потом ещё два будет, 1 и 13 сентября. И время как раз, когда мы чувствуем особое сильное эмоциональное напряжение. Можно ли работать именно с Ахасрарой, хорошо ли работать именно с ней, может быть, с какой-то другой чакрой лучше работать? Очень интересный здесь момент. Так как затмение — это всегда связь светил с лунными узлами, да, с Раху и Ликету. Раху и Ликету с ними маслами Юпитера, маслами духовными — это ладаны мира. Лаванда — это масло Луны. Поэтому, как бы, когда мы, например, используем эти масла, у нас идёт, ну, некая гармонизация энергии светила, которая повреждается этими лунными узлами, да, то есть Раху и Кету. Есть такая методика, когда затмение нужно... Есть такая рекомендация, что нужно уходить под воду, и прямо в момент затмения лучше нырнуть куда-нибудь, да, то есть чтобы, ну, как бы скрыться от этого искажённого света, который даёт Луна и Солнце через Раху и Ликету, да, преломлённый вот этот свет. Конечно, вот эта конкретная техника, она очистится, поможет находиться в гармоничном состоянии. Масла абсолютно работают со всеми энергиями, которые происходят, да, вот в данной технике, поэтому её можно как раз использовать в этот коридор затмений. Конечно, есть методики подбора масел, определённые по карте, по каким-то, наверное, можно человеку рекомендовать масла в зависимости от того, какие периоды происходят. Это такая отдельная тема, если кому-то очень интересно, у меня есть такой, ну, небольшой видеоурок на эту тему, то есть как бы можно будет его там запросить каким-то образом. Вот, поэтому как бы здесь можно использовать, это очень активно, особенно в этот период. Спасибо. Ага. Значит, кроме коронной чакры, да, которую мы называем Сахасрара, у неё есть некий такой, следующая чакра, которая находится прямо над ней, и она, ну, нельзя назвать её такой полноценной крупной чакрой, она, наверное, является, ну, так называемой высшей октавой Сахасрары, и называется она высшая коронная чакра. Да, находится она над болью и щупкой. То есть она как бы на физическом уже теле находится. Да, да, она уже находится. Она не в физическом теле находится, да. Да, символизирует она некий союз между духовным уровнем и физическим. И она больше связана с красным цветом, в котором нет никакой агрессии, и с белым цветом, который несёт чистоту и невинность. И базовый цвет маджента для неё, дополнительный бирюза, то есть это тоже как бы они там вплетаются, и ключевое слово для этой чакры — сострадание. Когда есть нарушения определённые какие-то, то у человека может быть агрессия, какая-то незрелость в поведении, и непонимание своих обязанностей. Соответственно, при нормальном развитии это даёт некий баланс и понимание, то есть она как бы работает в паре с этой чакрой. И можно делать определённый ритуал для гармонизации этой чакры, когда мы в некой мудре такой соединяем руки, то есть сначала мы соединяем средние пальцы, указательные мы насоединяем на уровне второй фаланги, ну как бы вот так, вот, вот так вот, да, то есть а безымянные мизинцы мы переплетаем, то есть вот каким-то образом вот таким это мудро выглядит. Вот, то есть вот такая мудра, которая приводит в порядок эту верхнюю чакру. Но мы без какого-либо масла, да, просто её... Масла работают и то, и то, о которой мы сейчас будем говорить масла, они работают и одну, и на вторую чакру, и что интересно, что масла очень не экзотические, да, вроде бы чакра такая духовная, мистическая, да, масла очень-очень простые, которые используют уже многие тысячи лет, они доступны, и они даже... Одно из этих масел использовалось практически, знаете, в каких ситуациях, когда строили храмы, в раствор, которым, ну, как бы скрепляли там, да, вот это всё, добавляли эти масла, чтобы как бы вот... Это масло гималайского кедра. Вообще, как бы кедра ливанского ещё, но сейчас практически его не осталось. Это невероятная ценность, и он, конечно, ливанский кедр обладает огромной энергетической мощью, и его как раз и использовали и в шумерской ароматерапии, и в древнейшей, и для различных ритуалов, например, и саргофаги строили из этого, именно из древесины. Но сейчас нам доступны кедр от ласки гималайский. Повторюсь, что других кедров практически нет. Всё остальное это сибирская, сна или что-то ещё. То есть, если использовать для энергетических практик, вы точно должны быть уверены, что это кедр от ласки гималайский. Только два этих вида сейчас есть. Ну, ливанский недоступен. Хотя мне удалось увидеть это дерево. В Никитском ботаническом саду растёт такой кедр. В Крыму, да? В Крыму, да, да. И очень, ну, как бы, такой он уже старый, и мощнейшее, скажем так, дерево по своим и физическим качествам, которые применяют в традиционной медицине, и в энергетической. Ну, коснёмся больше энергетической. Очень интересные эти масла. Во-первых, это элементарное средство для очищения дома. То есть, мы просто его можем использовать в качестве аромолампы, да, которые это включают, например, если мы думаем, что нам надо почистить энергетику. Мы, по-моему, уже даже об этом говорили, если я помню правильно. Да. Глобальные эти масла связывают энергию неба и земли. То есть, хорошо, например, для людей, которые не чувствуют там баланса между духовным и мирским, а им надо находиться, например, в миру что-то делать, да. И это особенно важно для женщин, которые увлекаются различными эзотерическими вещами, да, а им нужно, у которых есть семья, что нельзя отрываться. Поэтому это масло очень прекрасно будет, например, при массаже стоп, да, то есть для заземления. Помогает сфокусироваться на цели. С точки зрения аромопсихологии, это масло является адаптогеном, то есть оно помогает, ну, как бы, принять ситуацию, какой она есть. Если у вас даже какие-то перелеты, вы можете, оно интересно очень пахнет, можно его использовать как, ну, такое, чтобы включиться быстро, например, там, в жизнь другого города, особенно если у вас командировка, да, то есть вы совершили большой перелет, а вам нужно работать, там, у вас встреча какая-то, то здесь он очень хорошо. Для бизнесменов это прекрасное будет масло. И помогает в различных стрессовых ситуациях быстро адаптироваться, управлять эмоциями и помогает достигать компромисса, да, потому что человек снимается напряжение от, может быть, там, ну, непривычной обстановки или какой-то другой ситуации и помогает решить вот такие вот вопросы. Очень интересно, что оно помогает достичь уважения других. Ну, скорее всего, что вы сами начинаете себя оценить, да, то есть вы спокойно уверены, но если вы всё-таки считаете, что, то есть не можете объективно что-то оценить или вам кажется, что вас используют и уважения нет, например, то можно делать определённый ритуал. В течение сорока вечеров перед сном каплю кедра можно наносить на каждую ступню в центр, да, у нас там некие точки есть энергетические, на коронную чакру. Очень интересно, опять же, есть такой... Это масло обладает... То есть я его наносила, да, то есть, ну, рекомендую не повторять эти эксперименты, я просто это масло чистым наносила на тело. То есть у него, в принципе, нет противопоказаний. И если у вас нет, проверьте, аллергии, то есть такой ритуал, который называется «атласная девушка», он тоже такой шумерский. И, то есть, когда вы наносите это масло и после определённых турбанных, да, наносите это масло и заворачиваетесь в простыню, то есть это помогает, как бы, очистить очень мощную энергетику. И, ну, как бы, себя психологически, наверное, больше восстановить. Это масло может помочь бросить курить, например. То есть, чтобы давить... Кстати, сегодня вообще замечательный день, как раз, если кто-то хочет избавить от каких-то вредных привычек, именно сегодня это сделать. Да, можно, можно... Всё сработает обязательно. Да, да, и сейчас мы вам расскажем, как это сделать, да. То есть, опять, 40 дней нужно, чтобы привычка определённая вошла в вашу жизнь, нужно 40 дней. Можете там всё, что угодно. Сегодня нужно заключить контракт с собой в письменном виде. И этот, этот, как бы, контракт должен... Ну, не то, что с собой, да, вы, как бы, некую просьбу ко Вселенной, чтобы она помогла вам это сделать. Ну, какие-то обязательства там, да, что вы обязуетесь соблюдать эту привычку. И наносите масло кедра на коронную чакру. И есть такой момент, что если вы прервёте этот свой контракт раньше 40 дней, то вы рискуете никогда не получить желаемого. То есть, это вы уже, как бы, подписываетесь, это некий обед. Это не просто, там, 20 дней первых нужны для очищения и освобождения, ну, чтобы что-то новое вошло. Да, потому что, как бы, должно произойти некое замещение, да. Поэтому подумайте, что вы хотите вместо этой привычки принести в жизнь вашу. Ну, не знаю, там, утром делать зарядку или что-то хорошее, да. И вот эти первые 20 дней идёт очищение и освобождение места, а 20 дней на то, чтобы это новое входило в вашу жизнь. Поэтому обязательно нужно эти 40 дней, то есть это не просто так. Вот, желаю вам, если вы что-то сегодня начнёте, чтобы это всё благополучно завершилось. Если испытываете стресс, гнев, если чувствуете, что у вас недостаточно харизмы для того, чтобы что-то делать, можно делать определённый ритуал, который проводится либо на рассвете, либо на закате. И этот ритуал, он активизирует энергию, которая нужна для повышения чувства, собственно, достоинства, да. Каплю кедра наносим точку над верхней губой, да, то есть у нас здесь уже, тем, кто слушает, известно это волшебное место. Третий глаз, естественно, и коронная чакра. И повторять нужно 9 раз гаятри мантру, сохраняя внимание на макушке головы. То есть такая... Можно, если у вас есть ощущение, что, ну, как бы вам не дают раскрыться, зажимают, подавляют эмоционально, как-то вы чувствуете прессинг, то тоже можно делать определённый ритуал в течение 40 дней. Наносите этот кедр на коронную чакру, делать массаж лодыжек маслом кедра. И ключевое слово этого масла – это слово «договориться». Его нужно повторять 20 раз после вот этого массажа. И как бы 20 раз повторяете, делаете паузу и ещё раз 20 раз повторяете. Это именно то, что не хватает сейчас в современном мире, когда мы все не можем договориться. Каждый тянет одеяло на себя, да. И это в глобальном смысле происходит, и в геополитическом, да, и между людьми тоже. Поэтому это очень важно. Да, здесь получается как бы двойственный момент, да. То есть оно работает на каком-то тонком уровне, да, работает с чакрой, восстанавливает структуру. И оно работает на уровне аромопсихологии, да, как адаптоген, то есть то масло, которое снимает стресс, позволяет вам включиться, адаптироваться к ситуации. То есть если вы не верьте в энергетические тонкости, то, по крайней мере, наукой доказано, что это масло работает, его применяют в психологии, можете совершенно спокойно здесь не волноваться ни о чём. И оно лечит суставы. То есть если вы будете делать массаж этим маслом, то это будет польза с этой точки зрения. И, конечно, вы вряд ли заболеете в этот период, потому что оно, как все масла, является очень сильным бактерицидным. И именно поэтому его использовали при построении в храмах, потому что большие скопления людей. Тогда было очень много всяких болезней, да, разносилось, и храмы каким-то образом защищались. Ну, как бы это было такое некое очищение, да, как бактерицидные лампы использовали это масло. Оно не очень дорогое, поэтому рекомендую, чтобы иметь его дома, как в своей аптечке, и у него нет противопоказаний, что самое главное. Даже при беременности его можно использовать. Второе масло, о котором я, наверное, хотела сказать, это кипарис. Очень интересное растение, которое один из его видов используют на кладбищах. И оно является таким маслом, растением, которое очень сильно связано с потусторонним миром. Естественно, это такое масло Сатурна, да, потому что планеты, которые отвечают как раз за кладбище. С точки зрения косметологии, оно прекрасно убирает целлюлит, несмотря на свое такое траурное значение. Активизирует очень кровообращение, разглаживает кожу, поэтому можно прекрасно его использовать в этом плане. То есть его тоже можно прямо на кожу наносить, да, оно не вредно и не опасно. Оно тоже не имеет каких-то агрессивных себе составляющих, но все равно как бы лучше не экспериментировать, все равно масла лучше разводить, да. Это люди, которые очень много работают с маслами, у них уже начинается такая, ну, почему мы мажем на себя чистое масло, да, потому что мы уже постоянно в этом, с этими структурами, да, и нам все кажется мало, да. Очень интересно, что мерзкие рецепты, которые до нашего времени, они содержат огромные дозы масел, да, но мы должны понимать, что, как, например, у нас, ну, есть разные юги, да, и в них жили разные люди, и есть такая история, когда девушка из одной юги попала в другую югу, в нашу, и она пришла туда, чтобы выйти замуж за Балараму, но она была выше ростом, потому что в то время люди были гораздо выше, и она никак не могла даже, ну, жить со своим избранником, потому что она была просто другая, да, из другого времени. Поэтому нужно понимать, что те рецепты, они были адаптированы четко под то время. Мы сейчас очень слабенькие в этом плане, да, ветер дунет, люди болеют, стрессы и так далее, поэтому очень-очень аккуратно следовать слепо вот этим старым рецептам или каким-то своим таким нельзя, да, всегда нужно либо начинать постепенно и потом к чему-то приходить, всегда нужно проверять, потому что аллергия может быть на все, что угодно. Вот, поэтому рекомендую сильно, лучше разбавляйте в масле, тогда точно ничего не будет. А эффект будет тот же, то есть при разбавлении, ну, вот я как женщина, да, целлюлит-то надо избавляться. Можно начать, да, когда мы начинаем работать с телом, оно тоже может испытать стресс, да, потому что одно дело, когда мы крем берем, и он там как-то подготовлен, и все такое, масло – это как живое существо, мы должны с ним взаимодействовать, мы должны с ним контактировать. Как знаете, дух леса, дух лесу что-то не понравилось, да, и он вас там водил где-то, или там дух воды, да, то есть водовороты. То есть надо контактировать с этим маслом. Вы должны его сначала попробовать, познакомиться с ним. Если ваша кожа очень там прекрасно его воспринимает, значит пошло. Если начнутся какие-то там аллергии или покраснения, или что-то еще, это говорит о том, что либо тело не готово, либо вы психологически не готовы, есть какая-то проблема, да, то есть пока отторжение, лучше тогда отложить, потому что, ну, для целлюлита есть много других прекрасных масел, например, там, грейпфрут, или можно еще пачули, например, использовать, есть еще очень дорогое нироли, которое можно использовать, то есть разные есть методы, поэтому можно просто как бы пробовать, да, с каким маслом вы войдете в контакт. Это масло можно использовать как спортивное, оно работает при болях в мышцах, то есть противовоспалительное обезболивающее, и очень интересным, оно обладает способностью останавливать рост кисты. Опять же, здесь это только под наблюдением ароматерапевта, то есть нельзя и гинеколога, да, например, или там, где у вас киста, то есть бездумно нельзя это. Для кожи прекрасное средство, для жирной, он действует как вяжущее, и если, например, есть проблемы с экземами, его тоже можно использовать, оно будет, ну, как бы, практически там излечивать, да, для кожи. С точки зрения энергетики, так как это масло очень спокойное, да, все-таки оно связано с кладбищами, оно приводит мысли в порядок, даёт некую структуру, да, вот такие показатели Сатурна, и помогает конкретику вывести, помогает сконцентрироваться, то есть особенно такие рассеянные люди, или, знаете, вот, если как бы с астрологической точки зрения, очень интересный момент, когда у нас есть некое влияние Сатурна и Луны вместе, то очень хорошо сочетать кипарис и лаванду, да, то есть это как бы отображает Луну и Сатурн, и гармонизирует это влияние. Что сейчас актуально, потому что сейчас, в общем, время такое, что и Луна, и Сатурн. Да, 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 да. Вот, для тех, кто склонен к истерикам, например, да, то есть те, кто в ситуации там склонен драматизировать и переживать по любому поводу, тоже это масло, оно помогает успокоиться. То есть сатурнянские качества, замедление, покой, структура, то есть очень чёткое масло, скажем так, Слабую нервную систему помогает сконцентрироваться во все стороны, им хочется и то, и то, и то. Дает некий самоконтроль в мыслях, для мышления это прекраснейшее масло. И дает некое чувство уверенности, просто из-за того, что человеку приходит некий покой. Использовать его можно конкретно. Конкретно, если вам нужно, есть какое-то дело, над которым вы думаете, и вам нужно его структурировать. То есть, не знаю, пишите доклад, например, или делать какой-то анализ, и нужно вывести какое-то заключение. То можно каждое утро три капли масла кипариса чистого наносить на центр ступни, солнечное сплетение и коронную чакру. То есть, оно тоже не имеет противопоказаний, по большому счету, и здесь никаких проблем не должно быть. Использовать можно, если, вот, целлюлит, если варикоз, то есть, оно укрепляет стенки сосудов. Или купероз. Купероз – это когда, ну, красные такие проблемы кожные. То есть, можно каплю масла добавлять в крем. Этого достаточно, оно работает. Очень хорошо использовать при массаже, точечном массаже, особенно при массаже стоп. Оно, я тут недавно хвалилась тем, какой в нашем йога-центре прекрасный массажист, который работает именно со стопами. Самое главное, что происходит при этом массаже, у человека происходит очищение организма. Потому что большие проблемы, чаще всего, они связаны с пищеварением у человека. И массаж стоп практически решает эти все задачи. Когда мы используем кипарис при таком массаже, он улучшает процесс вывода токсинов. То есть, его тоже хорошо используют при таком массаже. И, например, если нурез. Можно использовать при массаже живота, добавлять в массажное масло 10 капель кипариса и массировать живот ребенку. То есть, это с деткам можно использовать, да? Это, в принципе, достаточно такое масло спокойное. Ну, как бы при нурезе есть еще такой момент, что, ну, так как это там у мальчиков очень часто бывает, да, здесь очень сильно есть завязка с матерью. Поэтому, конечно, нужно сначала разобраться, в чем страхи матери и как они влияют на ребенка. Потому что одним маслом, конечно, здесь не справишься, да. То есть, вопрос на другом немножко уровне. То есть, это как вспомогательное здесь. Не нужно там думать, что это, только это может исправить ситуацию. Так как это масло, опять же, связано, ну, опять вот этим моментом кладбищ, здесь страх смерти, оно работает. Страх потери или страх потери близких людей. Особенно, если у вас кто-то, кто, например, ну, болеет какой-то болезнью сложной, да, и борется за жизнь, то, ну, наша задача как бы поддерживать человека, да, а своими страхами мы не даем ему этой поддержки. Поэтому здесь вот это масло, оно помогает, прежде всего, себе прийти в норму. И в течение 40 дней нужно использовать, то есть, это масло нужно постоянно под рукой хранить и постоянно его вдыхать. Растирать можно масло в зоне селезенки, это слева, снизу грудной клетки и на макушке. И мантра, которая используется, он на махшивая. 108 раз повторяем, да, то есть, получается, что у нас это масло очень четко связано с шивой. Вот. То есть, такое вот очень интересное. Страх смерти. Наносим мы его на третий глаз, на аджну и на сахасрару. И слово, с которым связано это масло, это слово «умирать». Да, и мы 10 раз повторяем это слово, ну, не 10, извините, 11 раз повторяем это слово и повторяем это столько дней, пока вот этот страх смерти не уйдёт. Вот. Использовать его можно практически всегда, если нет, это для женщин больше, если нет каких-то заболеваний груди. Мастит или что-то ещё, то есть, все остальные случаи, в принципе, можно. Масло, которое следующее, я хотела бы сказать, оно очень, ну, наверное, оно всем известно, но надо быть очень аккуратным в его применении. Это масло ладана. Ладан является такой смолой и известен он очень давно, используется во всех ритуальных действиях религиозных. Называется он ещё алибанум, античный ладан и как бы больше в Африке. Очень интересно, что это масло абсолютно суперский антиэйдж. Для кожи убирает морщины, его можно использовать в креме под глаза, то есть оно просто идеальное ладан. У него, конечно, такой немножко запах, который может вызывать какие-то ассоциации, опять же, связанные с церковью. Но, опять же, с ним надо очень-очень аккуратно. Оно энергетически очень мощное, его не случайно используют во всяких ритуалах. Оно способно, ну, как бы раскрывать сознание. Раскрывать сознание, и в этот момент человек готов принять всё, что угодно. Поэтому, если вы делаете какие-то любые практики, манипуляции с ладаном, делайте это так, чтобы потом вам никуда не выходить и ни с кем не контактировать. Потому что, если вы сделаете что-то, а потом пойдёте в метро, вы нацепляете, особенно в метро, считается, что там много всяких энергетически отрицательно заряженных моментов, которые совершенно не нужны. В общем, с этим маслом надо быть очень аккуратным, именно поэтому я решила выбрать его для того, чтобы сказать. Используют его при ситуации одержимости, но, опять же, самостоятельно. Я знаю, что его используют, духов изгоняют, вот когда именно в таких ритуалах, которые в православии используются, да? Да, ну, как, знаете, как чёрт от ладана, это не просто так сказано, то есть оно очень-очень мощное. Вот, ну, опять же, самостоятельно не рекомендую лучше здесь всё специалистом каким-то образом. Для себя можно, если вы такую нервную усталость чувствуете, оно меняет восприятие, поэтому, опять же, не экспериментируйте с ним, но при правильном использовании устраняет будущего и может снять кошмары, например, если вас мучают ночные. Помогает общаться и передавать информацию на духовном уровне. Опять, не рекомендую это делать без наставника, потому что астральные путешествия — это очень опасная тема, можете не вернуться, да? То есть обязательно это должен быть там гуру, очень аккуратно. Но может помогать, например, при медитациях, устраняет такой внутренний монолог, да, то, что является такой очень большой, наверное, проблемой. Если у вас, ну, как бы духовная практика, или вы приехали на ретрит, да, хорошо, или вы учитесь чему-то, тоже очень аккуратно, ну, как бы тогда вам нельзя очень сильно контактировать с кем-то, не знаю, обсуждать много, да, потому что у всех людей разное, да. И всегда соблюдайте тогда, чтобы, ну, как бы вокруг вас было свободное пространство. И наносится это масло капелька на шейную ямку утром после пробуждения, если вы находитесь на такой вот практике. Можно перед переговорами нанести, но, опять же, на шейную ямку, да, то есть маленькую капельку, с ним как бы в очень маленьких дозах надо. работать. Оно вообще доступное, Ань, масло доступное или оно дорогое? Да, масло ладан очень доступное, такое недорогое оно. Вот, у него такой запах, я его не очень люблю, оно очень, ну, леденящее прям. То есть, вот, например, если сравнивать миру и ладан, мира тёплая. Ладан реально прям могильный какой-то такой. Ну, может, у меня, опять же, ассоциации, я его очень, ну, не люблю использовать. И, как бы, ну, опять же, надо очень аккуратно. Здесь очень интересная есть техника, когда, как бы, тело, ну, как бы, подвижность плохая, и вот эта цивилизация энергии, ну, как бы, тело забито, да, то нужно массажировать зоны, особенно, которые поражены, чистым ладаном можно даже, да, ну, опять же, проведя все наши техники безопасности. Здесь очень интересный момент, оно работает, опять же, на энергетическом уровне, запуская энергию, оно работает как противовоспалительное, очень мощное, и, как бы, здесь с двух сторон и хорошая энергия, да, то есть оно запускает, и на кожу влияет как просто разглаживающее, то есть здесь несколько таких вариантов. Если вы пришли на новое место работы или на новое место жительства, то ладан можно почистить место, да, ну, опять же, это лучше сделать вечером, чтобы, ну, если вы на работе, да, на новом месте лучше почистить и уйти, да, чтобы, ну, люди, как бы, не находили, что произошло. То есть, как бы, здесь получается двойственный момент. С одной стороны, он очень мощное очищающее, с другой стороны, он вас делает доступным. Знаете, как вот такие есть очень интересные показатели в карте, да, показатели того, что человек способен, например, заниматься чёрной магией. Не факт, что он будет заниматься. Говорит о том, что он может это делать, но это также говорит о том, что он подвержен таким же воздействием со стороны. То есть здесь двойственный момент. Мы можем это... Поэтому вот работа с такими энергетическими маслами, она обязательно должна быть под каким-то контролем наставника. То есть самостоятельно можно сделать очень нехорошие вещи. Поэтому тут, как бы, вся эта информация я даю как справочную, может быть, для дальнейших там поисков чего-то, да, и особенно для того, чтобы люди не экспериментировали. Это очень опасные вещи. А ты можешь подобрать сама масла, вот согласно карте, да? То есть ты проводишь такое консультирование именно? Да, да. То есть я делаю такие астрологические духи. Они индивидуальные. Они могут быть просто по карте. Или они могут гармонизировать определённый период жизни человека. Или это может быть массажное масло, которое он проводит. Здесь есть некий момент. Всегда то. Желательно этот подбор производить лично. То есть чтобы человек, выбранные масла, всё-таки ещё выбрал из них то, которое ему нравится. Потому что такие вот есть аромодиагностика, она проводится таким образом. Когда мы просто там выставляем человеку масла, он их как-то тестирует, и градация у него должна быть. Нравится, очень сильно нравится. Просто нравится. Литральный, не нравится, отторжение. Это классическая аромодиагностика. По этим маслам мы можем даже понять, например, какая проблема у человека. И эти масла дают нам такой путь лечения, как это должно проходить. Это всё может меняться. Может быть то масло, которое сейчас вызывает отторжение, через два года вы будете сходить с ума по этому маслу. Всё зависит от текущего состояния. Особенно у женщин, я хочу сказать, заметить. Потому что мы так подвержены разным влияниям. То есть начиная от планетарного влияния, лунного влияния, и кончая просто нашим гормональным уровнем, да, и в разные периоды жизни, особенно женщины, когда они матерями становятся, вот я просто по себе точно могу знать, что те духи, которые мне нравились до рождения детей, я просто теперь вообще даже нюхать не могу, да, совершенно изменилась. Это так же, как, например, Луна, да, это вот настолько всё соединяется, как Луна, она каждые два дня меняет свой знак. Каждый день она заходит в своё лунное созвездие. И наше настроение меняется от положения Луны. Точно так же масла, да, они, это всё взаимосвязано. Вот, поэтому, конечно, здесь вот этот момент нужно индивидуально, желательно. Хотя, как бы, были такие моменты, когда я людям подбирала онлайн, скажем так, да, то есть только глядя на карту, например. Опять же, конечно, тут, наверное, сам человек, который занимается таким подбором, должен обладать какой-то комбинацией в карте, которая показывает, что он способен это делать, да, то есть у него должна быть сильная интуиция, способность работать с энергетикой, способность контактировать с чем-то, да, потому что без настройки, какой-то медитации, какого-то контакта свыше невозможно это сделать, ну, как бы, так, как это нужно. То есть просто автоматически подобрать масла по карте, да, сами масла можно, но создать, например, духи, мне кажется, это нереально. То есть здесь нужно вот какое-то иметь чутьё или дар. Но просто использовать масла как для гармонизации периодов, то есть это, конечно, можно делать. Ну вот, дорогие радиослушатели, если вы хотите получить консультант, Анна с удовольствием её окажет. В нашем анонсе был дан электронный адрес Анны Ирбис-консультант собака gmail.com, и вы можете обратиться к Анне, я думаю, что она, и сославшись на нашу программу обязательно, да, я думаю, она с удовольствием нас поддержит. Вот, ещё, Аня, у нас ещё есть с тобой 5 минут, мы ещё что-нибудь успеем разобрать. Ну, мы можем, на самом деле, ещё, может быть, про лаванду, я хотела бы сказать, да, потому что тоже достаточно доступное масло, но быстро скажу, что всё, что мы говорили на наших эфирах, это является частью курса «Мистическая ароматерапия». Этот курс есть в записи. И, опять же, если у вас есть желание получить его в большем объёме, да, всю эту информацию, то вы можете также, как бы, запросить доступные материалы и видео. Давайте сейчас про лаванду быстро, да. Лаванда – прекраснейшее масло, которое можно использовать для детей, беременным нельзя, сразу говорю, да, то есть масло очень интересное, которое может как и стимулировать, так и успокаивать. Можно делать подушечки из лаванды и спать. Прекрасное средство для волос, снимает боли в мышцах, для массажа можно использовать. Очень гармоничное масло луны. Я рекомендую всем, у кого поражённая луна, а она практически у всех поражена. С лавандой можно принимать масла, она снимает страхи, успокаивает, то есть очищение на физическом, энергетическом уровне, то есть для массажей и масло вдохновения, да, то есть оно, так как луна, эмоционально снимает головную боль. Я уже так быстро-быстро. Для легковоспалимых можно капать на подушку две капли, на солнечное сплетение перед сном наносить, очищение места от энергии конфликта, да, распылить это масло. Ванна после стресса снимает очень хорошо. Развитие интуиции. Коронная чакра, да, то есть на руки можно нанести, для медитации просто идеально. То есть, да, у вас успокаивается ум, снимается стресс и прекрасно контакт идёт. А когда у вас, например, вы что-то хотели получить и не получили, да, то есть когда у вас состояние такой фрустрации, можно принять очищающую ванду, лаванда и мёд, зажигаете свечу, вдохаете лаванду, фокусируетесь на пламени, фиолетовый цвет, если фиолетовая свеча, то идеально, и восемь раз произносите слово «гармония». Вот. На этом я хотела бы завершить. Спасибо большое, Аня. Я хочу напомнить, что у нас в гостях была Анна Отменива, ведический астролог, ароматерапевт, специалист по ВАСТу, переводчик удивительных астрологических книг. Вот. Это тоже очень большая работа, которую Аня проводит. И я надеюсь, что мы в новом сезоне, да, мы сейчас стартовали как бы с новым сезоном, мы с тобой ещё будем встречаться обязательно, мы придумываем ещё какой-нибудь цикл или что-то, потому что я уверена, что у тебя есть чем делиться с нами. Это да. Да, и мы получаем огромные-огромные отзывы, очень много отзывов именно на программы с тобой, поэтому я буду очень благодарна, если ты будешь периодически находить время, приходить к нам в гости, потому что у тебя график конечный. Но, тем не менее, огромное спасибо, Анечка. И сегодня с вами была женская гостиная, и у нас в гостях была Анна Отмениева, её контактная информация есть на нашей странице в Фейсбуке. Если вас заинтересовал курс по ромотерапии, либо консультация Анны, вы можете с ней к ней, совершенно свободно обращаться. Она всегда будет рада вам помочь. И до следующих встреч на волнах радио «Сангейт». С вами была Анна Крущинская, программа «Женская гостиная». Мы выходим в эфир по четвергам в 9.00 по времени. Сан-Франциско, поскольку я нахожусь в Сан-Франциско. И в 11.00 по времени Чикаго, поскольку наш хед-офис нашей радиостанции находится именно в Чикаго, в 19.00 по времени Москве, потому что мы вещаем для русскоязычной аудитории. Спасибо большое, дорогие друзья, и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова